Стоп, стоп! Досмотри до конца! Лол Стим в очередной раз устраивает новогодний розыгрыш с призовым фондом в полтора миллиона рублей. Для участия вам необходимо перейти по ссылке в описании и ознакомиться с условиями розыгрыша. Удачи! Аниматор с ютуб издевался над животными. И всех любительских анимаций на ютубе можно с легкостью выделить самую тревожную. И нет, речь не о фу**ных анимациях, а о пластилиновых мультфильмах. О, я уверен, у вас в голове пронеслась целая плеяда мерзкой жути, которую вы либо сами нашли, либо видели в чьем-то обзоре. И среди всех аниматоров, которые изо всех сил пытаются тебя напугать, только один пугает по-настоящему. Я, по-моему, его увидел где-то, но я реально как будто где-то видел его. Причем не только своими работами, но и своей личностью. Сегодня я вам расскажу про такого персонажа, как Доли Флэш. Слушайте, я его видел, я в этом уверен на 100%. Когда я начну рассказывать историю Доли Флэш, я расскажу свою историю. Ага. Обозначу сразу, что большую часть информации я взял с канала Тома. Ибо некоторые соцсети Доли Флэш были заблокированы, а восстановить точную последовательность я уже, увы, не могу. Так что оставлю ссылку на него в описании и начну повествование. Начнем мы наше расследование не столько с личности аниматора, а сколько с его художественной деятельности. Изначально у него был псевдоним Мизери Мэджик, и от его лица он публиковал свои первые работы на Девиан Арте и на Ютубе. Начнем со второго. Изначально это были супер простые анимации, буквально сочетание двух-трех цветов пластилина, где больше всего было само собой красного. А на Девиан Арте он публиковал ужасные картины, смотря на которые сквозь всю его историю становится понятно, откуда росли его отклонения. Так обычно в видосах нагнетают, но я не умею нагнетать. Да мне, собственно, и не надо. Типа вот эти вот дебильные простенькие анимации с солдатиками ни о чем на самом деле не говорят. Парню на момент их создания было 13 лет. Знали бы вы, что пережили мы и Лего-человечки, вы бы меня в дурку захотели положить. Да, но у меня такая же история, если вспомнить то, что у меня было в истор... Бля, ребята, мои сюжеты, они прикольные, мои сюжеты, они прикольные. У меня там вообще кроссоверы будут буквально, Marvel, DC, Лего мира, Звездных войн, у меня там вообще все было вместе. А тут... У меня, по-моему, в одном из сюжетов, короче, была такая тема, что спайдер-мен стал джедаем. Немного, немало полноценная пластилиновая анимация. Да, может быть, с кровью парень перестарался. Но если вы, как и я, на ютубе сидите не первый день, то вы прекрасно знаете, что подобного глиноместного г... тут валяется килотонная. Причем совершенно разного качества, от жести ради жести до полноценных художественных произведений и клипов. Так что тут излишнее нагнетание я считаю лишним. А вот Девианаарт... Это уже совершенно другой разговор. Там он уже публиковал... Картины, сценки, пантомии... Я не знаю, я хзк это называть. И вот, короче, в этот момент интернет должен был нажать красную тревожную кнопку. Он стал публиковать... Очень необычные работы. От терпимых, вроде воссоздания персонажей из игры Little Nightmares и Black Day Asylum, до персонажей мультфильмов Nickelodeon. В не самом приятном виде. Но вот какие звоночки точно кажутся очевидными, так это сцена клоуна... И клоуна Пога. Окей. Чего реально? Нихуя себе. Не, ну вообще это уже как-то странно, что он это делает, особенно в таком возрасте. Ну я бы полностью взрослый человек, хотя даже если взрослый человек бы это делал, я бы все равно испугался бы. Блядь, ну допустим, ну творческий человек, допустим, ну пока что тревожно, но как будто ладно. Ну бывают люди, которые делают очень непонятные работы, но они в принципе адекватные. Но это звоночек. Если коротко, клоуна Пога это школа, в которой два ученика устроили... Да, да, мы знаем. Где погибло 13 человек, а 24 было ранено. А клоун Пога это альтер-эго Джона Уэна Гейси, который убил 33 молодых парня. Можете утопы посмотреть полную его историю. И в теории это дело можно даже оправдать. Дескать, работает в формате ужаса, и при помощи пластилиновых сценок он воссоздает жуткие моменты реальной истории. Это все может сралять, но есть... А кто еще был творческим человеком? Сука, идите нахуй. Ну вообще, даже сейчас дохера таких. Ну которые нормальные ребята, но у них именно творчество прям очень-очень криповое. О, но он создал такого персонажа, как Чесоточный Маньяк или Маньяк Зуд. И вот наполовину он был похож на Доли Флэш, а на другую половину на клоуна Пога. А как мы все знаем, подражание это высшая форма лести. И вот это уже настораживает. В особенности, что он создавал сцены, где Маньяк Зуд убивает людей. Ну совсем уж жуткими способами. Вам-то везет, а у меня в студии нет... А, он еще разными вариациями? Думал, так, это одна картина, одна инсталляция. А это, оказывается, там дофига такого. Ой, ну ладно, хорошо, хорошо. Возможно, я немножко сейчас переобуюсь, прям спустя минуту. Но это тревожно, ладно. Цензуры. Но знаете, что может быть хуже этого? Людям нравилось. Они не видели в этом ничего, что могло бы предвещать беду. Я их, в принципе, понимаю. Ну да, 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 но это тревожно. Да, его работа действительно жуткий и уродливая. Но такими он их и задумывал. Люди приходили за хоррор-контентом, и они его получали. Его даже хвалили и обращали на него внимание, как на автора. И если бы этим все дело и закончилось, черт бы с ним. Ну публиковал бы он жуткие пластилиновые работы, да получал копеечку. Но чем старше доли Флэш становился, тем больше у него ехала крыша на фоне пубертата. Но перед тем, как мы продолжим его историю, стоит рассмотреть и другую его деятельность. Как настоящий хоррор-аниматор и пластилиновый сомелье, он решил податься в летсплее. Чего? Это же очевидно вроде, не правда ли? Он создал игровой канал под названием Флэш Долли. И опять же, многие, кто рассказывают эту историю, цепляются за одно единственное видео. Где он записал демку в игре Urban Terror и назвал ее Смайликом. В котором он расстреливает людей, дескать, вот вам пруфы, что он хотел прийти в школу с МП5. Правда, это одно такое видео. В основном это просто канал. Что за хуйня? Реально люди такую хуйню продвигали? То есть ты просто называешь такой ролик с Смайликом и такой, во, видите, но хочешь людей грохать. Что за бред? То он в какой-то зомби-выживач на Юнити играет, то шарик погоняет, то карточку в КС оформит. Ладно, окей, я буквально на монтаже заметил то, что видос по Counter-Strike называется «Преследование с ножом» или «Ножевое преследование». И в нем он буквально 5 минут просто гоняется за тиммейтами и чикит их ножом. Для КС это нормально. Ну, типа, честно, там много таких. Ну, как бы, к сожалению, да. Ты даже на Face City, если ты, сука, скажешь в комнате чуваку, он будет с тобой так до конца игры бегать. Я говорю, типа, да, в КС это нормально. Есть такие долбоебы, это дефолт. Окей, хорошо, это странно. Стоит признать, это действительно тоже странно. Серьезно, вот одно это видео как-то выбивается из всего канала. Ты, я так никогда не делал. Ну, ладно, возможно, один раз было. А так, ничего необычного. Но в описании канала есть ссылка на его Steam-аккаунт. А это уже может сказать о человеке больше, чем летсплеи. Ну и что я могу сказать? Конечно же, у него есть гневные сообщения с нехорошими призывами. И наши пацаны, которые меня не разочаровали. А вот что касаемо купленных игр, тут все совсем неоднозначно. Все его игры я могу разделить на три категории. В первые находятся игры, в которых ты либо кого-то убиваешь, либо там много крови и насилия. Как самый яркий пример, Hetrod. Скандальная игра, где мы играем за психопата, который валит людей пачками. Игра проходит за три часа. А он наиграл в ней 46. Могу сделать... Как? Он вообще говноед или что? Ну я все понимаю, Hetrod может кому-то понравиться, но 46 часов при этом достижении 30, что вы понимаете. То есть это, ну, он не достижение выбивал. Может он просто, не знаю, врубил и не выходил там два дня или четыре, ну, типа неделю, я не знаю. Предположение, что он просто раз за разом уничтожал несчастных неписей. Hotline Miami, те же яйца, только сверху. А Point The Town Red, это ультра-насилие в Майнкрафте. У него таких игр много, я в эту же категорию впихнул все зомби-выживачи на Юнити, ибо там суть та же. А еще я чутка слукавил, ибо тут есть игры, которые я не смог вместить ни в одну из категорий, и он в них играл, ну, просто чтобы играть, или просто катал с друзьями. Во второй категории у нас обычные вроде как игры. GTA 5, Depth, Killing Floor 2, Rake и Postal 2. Знаете, что в этих играх необычного? Доля Флэша развлекался в них по-особенному. Как я это понял, я посмотрел опубликованные им скриншоты. В Depth он нашел аквалангиста, которого покусала акула, Killing Floor 2 он поделился куском плоти и снятой кожей, примерно такой же была и Rake, Postal 2, кроме обысывания всего и вся, он лопатой расчленял людей. А про то, сколько он неписей в GTA покромсал, я даже говорить не хочу. И тут опять же, вряд ли он все это покупал, играл, публиковал, чтобы создать видимость безумного гения для привлечения внимания. Для этого он делал пластилиновые приколы, а активность в Стиме это его личная хотелка, показывающая его сокровенные желания. Ну, возможно, ну вообще да, 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 ну типа, блять, он бы не делал вот такие вообще работы, если бы сам, по сути, бы не вдохновлялся чем-то вот там. То есть ему, очевидно, это самому нравится, он же не делает это вопреки. Ну, то, что звоночки есть какие-то, согласен полностью, но пока что просто стримовато, не более. Ну, блять, бывают такие чуваки, которые занимаются какими-то, ну, вещами, странными, но при этом они вполне адекватные по общению. Хотя, да, это прям крипово то, что он делает. Иногда думаешь, ебать, он вообще адекватный? И желания эти очень сильно мне не нравятся. А в третьей категории лежат игры, в которых есть бубы, вроде Блади Гуд. Он адекватный, он вполне адекватный, здоровый человек. Красава, красава. Тайм, какая-то визуальная новелла и аниме... Да, таких игр у него немного, но это говорит о том, что у парня случился пубертат. И, видимо, в его школе было как-то туго с половым воспитанием, или он однажды вместо нормального сайта с клубничкой попал в Даркнет. Вот как бы вы отреагировали, когда среди всех обыденных хентай-тегов вы видели бы проникновение в глаз? Ля, прикиньте, чувак 75 часов наиграл в играх вот таких. Это же самое тупое, то есть играть в секс-игры в стиме, это самое тупое. Ведь люди, люди могут, ну, это все увидеть. Они могут все это увидеть и понять, что вы тратили время на такие игры и сделать о вас выводы какие-то. Ну, я вот ролики, допустим, снимал по ним. Класс. Ну, как минимум, удивились бы, что такое есть, и побоялись смотреть, что по ту сторону ссылки. Но, видимо, Доли Флэш этого не побоялся. И в его жизни появилась эйфория, школьные дни, ну, и Люцифер Валентайн до полного счета. То, как видит половой акт наш сегодняшний герой в своих картинах, я не знаю, как это назвать. Вскрытие внутренних органов, вскрытие половых органов, ампутация конечностей, да, проканнибализм, и еще с десяток слов, которые отобьют вам аппетит. Все это есть в его работах. Я думал провернуть классическую блогерскую фигню, типа ту с цензурой, а в телеге будет фул, но я не уверен, что мне телегу не снесут за такое. Так что фул ищите сами. Но кроме шуток, это на ваш страх и риск. А если вы трипофоб, то вообще забудьте про гугл. Причем я не просто так упомянул переходный возраст. Ведь он начал создавать сцены полового акта со своим участием. И сказать, что в этих сценах читается странное желание, значит не сказать ничего. И сначала... Ну это ладно, это уже дурка. Когда автор переносит себя в свое творчество, это уже крипово. Вот это, вот это уже, если до этого был звоночек, то это уже, блять, просто колокол, сука. В начале 2019 года он решил не только выкладывать свои работы, но высказывать свои мысли. И его мысли, господи, что это? Я собираюсь смастерить секс-куклу в натуральную величину или накопить на покупку. Та, у которой нет рук или ног, в моем доме никуда не убежит. Окей. Ну вообще логично. И парень хочет себе имитацию обрубка человека, потому что она не убежит из его дома. Звучит? Не звучит. Просто поверьте, что большая часть его твитов это чистый поток сознания подростка, который пытается привлечь к себе внимание. У всех же был знакомый, который хотел, чтобы с ним общались, и он придумывал дурацкие истории, или психические заболевания, или странные странности. Так вот, Доли Флэш решил, что бесконечность не предел. И его желание, скажем, быть близким с эротичным куском силикона, это буквально все, чего он жаждал в своих постах. То он говорит о плюсах безрукой куклы, то он говорит о том... Ну я говорю, я согласен в плане, пока то, что он рассказал, это реально никому не вредит. Ну там чувак написал в чате. То есть да, это все крипово, да, как будто бы у чувака поехала крыша местами даже, кажется. Даже вот этот мой аргумент, то, что получается существуют такие творческие ребята, которые делают крипоту, но при этом они сами по себе адекватные, как будто уже даже здесь не работает. Но в целом он пока никого не трогает. То, что ему надо как будто сходить к этому, к специалисту, ну то, что должны родители его отправить, или кто-то еще, либо сам по своему желанию, это как будто бы да, правильно. Ну чтобы, знаете, не было вот этой хуни, что, блядь, а почему никто не обращал внимания до этого, как это обычно бывает, как будто да. Но чтобы сейчас кричать о том, что, блядь, этот чувак прям такой, ну пиздец, ну я тоже смысла особого не вижу. Ну таких прям очень много есть. Как же ему хочется брать и обмазываться, то он сделает шарик с водой и будет его, ну это то, что ему, ну хотя бы сходить к специалисту, а хотя бы, ну просто пообщаться. Как будто имеет место быть. Даже не как будто, а 100% имеет место быть. И при этом он не будет прекращать постить отвратительные фотографии своих работ. И знаете, чем закончилась эта эпопея желания лишиться девственности секс-куклой? Ооо, я подозреваю, что ты подготовился к худшему из исходов. Что у него не хватило денег, он пошел на улицу, увидел симпатичную девушку и начал ее преследовать. Нет. Что ж, он пластилин выебал и даже большим уверен. Внец этой истории куда необычней, чем ты можешь себе представить. Ведь, эм, ему мама не разрешила купить секс-куклу в полный рост. И он сдался. Типа, он писал все это отвратительное гов... Спал и видел, как... А, даже так, так это неинтересно. Так это даже неинтересно, это просто, типа... Это даже реально неинтересно. Что он добьется своей... Я был уверен, что пластилин выебит. И все, что он сделал, так это попросил дорогущую секс-куклу у мамы, как подарок на день рождения. Господи, да даже когда он говорит о чем-то обыденном, все равно в этом как будто бы есть доля чего-то неприятно странного. Типа, решил он рассказать о своих любимых мультфильмах. Первый, это какой-то 3D-шный проект про цыплят-конфуистов. А второй, это Анджела Анаконда. Это он делал, стоп! Доля чего-то неприятно странного. В том-то обыденном, все равно в этом как будто бы есть доля чего-то неприятно странного. Типа, решил он рассказать о своих любимых мультфильмах. Первый, это какой-то 3D-шный... Я смотрел этот мультфильм нахуенный. Я смотрел этот мультфильм нахуенный, чего неприятно странный, он прикольный. Я смотрел, он крутой, он прям реально веселый. ...проект про цыплят-конфуистов, а второй, это Анджела Анаконда. Вот это я не видел, а вот первый я видел клевый. Анаконда. Где вся лицевая анимация, это фотошоп реальных человеческих фоток. И кожа у них какая-то подозрительно бледная. И все вкупе, это выглядит странно-отвратительно. Ладно, все это время я избегал слона в посудной лавке. Я не знаю, как вы себе его представляли, но человек с настолько отвратительными мыслями и замашками серийного убийцы выглядит... ...как злодей из лора. Блять. Сука. Саэт. Блять, пиздец, реально из лора со злодей. Только вот очки мы сняли. Это не лучший злодей, не из лучшего мультфильма. Это одно из первых видео, где он показывает свое лицо. И в нем он говорит о всех невероятных плюсах иметь кусок силикона над живой женщиной. И аргументация у него такая же, как и у анимешников, которые доказывают, что дведетян лучше трехмерных. А еще он добавил, что если вы хотите присунуть в ухо, то реальная женщина откажется, а секс-кукла нет. А зачем присовывать в ухо? Типа, ты же... Так ты же его не просунешь, ни хера. Ну, подожди, так это бессмысленно, ты же не просунешь. Ты только вот, получается, по уху побьешь членом и все. А в чем прикол? От размера зависит. Так, ну сколько надо иметь маленький член, чтобы вставить в ухо? Да, я почти жалею, что взялся за идею этого видео. Но, в отличие от меня, у Доли Флэш не было упаднического настроения. И он решил, что если мама ему не купила имитацию женщины без рук и ног, то он сам сможет ее сделать при помощи глины и своего умения создавать всякое. Я угадал, он выебет пластилин! Сука, я гений, я просто гений. И он создал. И поделился этим. Он создал из глины труп ребенка и с ним... Лучше бы я не угадывал. И, вероятно, отвратительным чавканьем ел спагетти, доставая их из внутренности куклы. Приятного аппетита, пацаны. Но, если вы думаете, что вот это говно кажется вам странным, то... Все, нет, я согласен. Это уже приходят некоторые границы. Блядь, ему 100% нужно сходить в специалисту. Миллиард процентов нужно сходить в специалисту. В одном из цветов он заявил, что хочет снять видео, где у него будет две глиняные сиськи в лифчике, и из них будет литься молоко. Ему нужно только подобрать сексуальную музыку. Ля, мне сейчас стыдно, что я вначале говорил то, что... Ну, это творческий человек, он может быть адекватным. Что бы вы ни говорили, но злодей из Лоракса действительно держит свое слово. Ну и да, я перечислил килотонны его странных фетишей. И знаете что? Я не хочу, сука, знать, почему для него детская песенка с ютуба считается сексуальной. Господи, как же сильно он хотел почесать резиновую нину изнутри. Да боже мой, он заливал на свой ютуб канал видео формата Try Not To Come Challenge. К чему я все, собственно, веду. У Доли Флэш есть постоянные странности. Странные сексуальные влечения, садизм, гейминг... Эм, я не понял. Звучит так, как будто последнее-то что-то... Не, ну с другой стороны, он мог еще меня смотреть, так что вообще нормально еще, нормально еще могло быть еще хуже. Ну вы помните, какие скриншоты он делал. Но на разном этапе взросления он на чем-то концентрировался больше обычного. Поначалу это была пластилиновая анимация с жестокостью, потом оно перетекло в игры, а со взрослением в эротические приколы. И главные причины, по которой он стал известен массам, так это то, что он решил переключиться с людей на животных. Например... Пардон. Котов. Вот он сделал инсталляцию себя, кота и ножа. А потом еще одну. Но такое я вам показывать не хочу. И как и совсем вышеописанным, нет такого, что он просто захотел заниматься живодерством. Камон, он выложил в инсту фотку, где он сидит с дохлым замерзшим гусем. Так что, как и все, чем он занимался, эта его часть личности не стала откровением. И тут мне нужно немного вкинуть контекста. В 2010 году было опубликовано видео с названием... Стоп, подожди, подожди. Просто интересно. Он же просто делал инсталляции именно из пластилина животных, где их там как-то херачат. Осуждая, естественно. То есть, то же самое же делал до этого с людьми. Я боялся, что вы нет напишите. Сука, нахуй... Блядь. Я не хочу дальше смотреть. Один мальчик, два котенка. На нем Лука Миньола играет с двумя котятами. Позже он кладет их в вакуумный пакет и при помощи пылесоса высасывает кислород из пакета. Подобных видео он запишет несколько, после чего дойдет до убийства человека. В свое время это было очень резонансным делом, и многие пользователи сети пытались его найти. И вот, видимо, нашему горе-аниматору очень хотелось урвать ту же черную популярность. Постичь ту общественную ненависть. Ведь ни его видео, ни твиты, ни посты в инсте популярностью не пользовались. Даже придумал себе новое альтер-эго с глиняной маской, чтобы его образ загадочного преступника был куда более... Блядь, вот знаете, о чем я не понимаю? У него же, получается, были родители, у него все было хорошо. Родители 100% замечали какие-то изменения в нем, 100%. Блядь, мы даже просто по историям, то есть в начале, в начале, это казалось чем-то, ну, просто творческим. Когда он же начал страдать хуйней вот этой, с куклой и так далее, и так далее, это уже, ну, попахивало тем, что чуваку надо кое-куда сгонять. Почему родители его не отправили, я не понимаю. Может им похуй было, ну, блядь, ну... ...более грозным. И вот он анонсирует в Твиттере жуткую новость. Он купил трех хомячков. После чего он опубликовал видео с названием «Один мальчик и три хомяка», где... ...что ты про что имеешь в виду? Посадите этого человека в тюрьму. Посадите его и не выпускайте. Охуеть! ...где одного он заколол булавкой, второго утопил, а третьего разогрел в микроволновке. И это не было быстро. Он долго над ними издевался. И знаете, какая реакция случилась? Никакая. Видео с ютуба по понятным причинам удалили. И все. Кто-то пытался достучаться до полиции, но правоохранительные органы молчали. И нет. Доли Флэш не стал грустить, что его грандиозный план провалился. Он просто забил на это и пошел дальше. Чувствуете это? Для него убить трех живых существ и попасть бумажкой в урну, это буквально одно и то же. Я просто понять не могу, насколько должно быть похуй родителей на своего ребенка, чтобы когда такая херня, ну и 100% это все замечали. Даже вот момент с куклой не замечали, ладно. Но с хомячками, когда уже все пошло, неужели вы этого не видите? Это же ваш ребенок, сука. Ну и как это вообще возможно? Я не понимаю. Типа, не попал. Ну что же, бывает. Пойду дальше. И он пошел дальше. Он начал анонсить анимацию от первого лица, где он будет стрелять по людям. Будет ли это место школой или каким-то другим общественным местом? Ну, кто его знает? Могло ли это перейти из пластилина в сталь и свинец? Могло. Я немного соврал, что после удаления видео он забыл на этой идее. На самом деле после удаления в сталь, как будто я тоже думал, что могло. Нет. Он начал спамить этим видео на разные ветки реддита. И вот это стало его ошибкой. Если на ютубе видео просто быстро снесли и этого как будто бы было достаточно, то люди с реддита захотели ни много ни мало. Правосудие. И оно случилось. Его таки арестовали и приговорили к 18 месяцам условно. С контролем над посещаемостью в интернете и запретом на посещение зоомагазинов. И знаете, кому это понравилось? Никому. Потому что сначала его взяли под стражу, а спустя пару дней его выпустили под залог. А учитывая, что это было резонансное дело, все знали, кто это и где он живет. И активистам, и соседям было неприятно знать то, что убийцы животных отпустили на свободу. Ибо он за это время мог просто взять любое животное с улицы и продолжить свою бойню. Ну, по сути, да. Ребята организовали митинг у здания суда, но это ни на что не повлияло. Как я уже и говорил, срок условный. Единственное, что оправдывает ну хоть сколько-нибудь доли флэш, так это диагности... Блять. А, так. ...сутируемая у него форма аутизма. И в таком случае я хочу посмотреть на ту женщину, которая занималась его воспитанием. Вы же понимаете, что всего этого могло бы и не быть, если бы... Да, осуждаю, осуждаю. Но если что, у меня стоит 18 плюс, поэтому никаких претензий. ...случилась одна, одна единственная ситуация. Надо посмотреть, что там этот мелкий делает. Сынок, что делаешь? Я люблю и спустили на сцену, где бездогая и безрукая девушка ест мои какаски, пока отрахуя внутренние органы при помощи автомата Каласка. Все, прикиньте, она в теории видела, что ее сын аутиз творит, и это она посчитала типа нормальным. Да господи, он к ней пришел с просьбой купить, сука, секс-куклу, и вся ее реакция была... Не, малой, это дорого. Просто как, мать твою, единственное заявление, которое сделала семья мальчика, но он болен, и мы что-то как-то не досмотрели, хотя мы так старались. Чел, отдельно смотри... Чел, пиздите, какой вы старались. Тут все понимают, что, ну, вы забили хуй на ребенка своего. У вас ребенок в моменте попросил вас подарить ему секс-куклу. Вас подарить ребенку секс-куклу. Неужели это вас не удивило, учитывая, что там он дальше занимается вот такими пластилиновыми историями? То есть вам абсолютно посрать на это. Ты такие, ну, мы старались, да нихуя мы не старались, кому вы пиздите, господи. Смонтировал видео, как он трахает игрушку, а потом смонтировал это со своими стонами. Их-то вы должны были услышать? Да, историк, говорится, каких много. Если бы родители обозначили, что такое хорошо и что такое плохо... Реальная история, у меня одноклассник, страдающий аутизмом, реально думает, что он нейросеть, которая выкладывает летсплеи на ютуб. Просто, что, блядь? Ну, это, ну, ладно, это страшно, но это смешно. Типа, думает, что он нейросеть. Блядь, что нахуй? Просто не мой ролик с прохождением игр. Вот, ну, это, кстати, уже крипово, но то, что он думает, что он нейросеть, это забавно. Ну, блядь, ну, я думаю, даже если он ходит там к специалистам, сто процентов. Подожди, стоп, подожди, стоп, 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 стоп. Так он же, наверное, тоже туда ходил? Он же сто процентов должен был ходить тогда, если у него есть прям точное заболевание, разве нет? Или это не так работает? Нет, не обязательно. Ну, то есть родители посчитали, что это не обязательно. Они такие смотрят, ну, типа, у моего ребенка аутизм, он просит у меня куклу и ебет пластилин. Ну, в принципе, сука, наверное, нет смысла, ну, куда-то везти его, вроде адекватный парень растет. Так она подумала или что? Оха, участвовали в его воспитании, следили за тем, какой контент он поглощает, во что играет, то этого бы не случилось. Можно ли его простить за содеянное? Нет. Чел убил трех ни в чем не виновных животных. Вы даже себе представить не можете, сколько говно насмотрелся в его соцсетях. И после этого должен его простить? Нет. Кроме трех хомяков мы потеряли интересного аниматора. Как по мне, у него был талант создавать жуткие анимации. Но все это уперлось в отсутствие воспитания мальчика. Отличная идея отдать ребенку с отклонениями в обычную школу. Отличная идея никак не контролировать его воспитание. И отличной была идея никак не интересоваться его увлечением. Ебаный... Господи, никогда не думал, что скажу такое. Но если бы мама купила ему ту злосчастную силиконовую зину, на ней бы он мог бы и остановиться. Схуяли! Он что, угорает? Он на протяжении всего ролика вел мысль о том, что, ну чувак ебнутый, посмотрите, и в конце такой. Но вот если бы была бы, то тогда бы он остановился. Чего? Никогда не думал, что скажу такое. Но если бы мама купила ему ту злосчастную силиконовую зину, на ней бы он мог бы и остановиться. Никогда! Ты чего? Нет! Сто процентов нет! Ты чего? Это я бы, наверное, мог такое сказать, учитывая, какую позицию я вел на протяжении всего этого ролика. Ну, по крайней мере, начало его, дальше-то я уже переобул сознатно. Но, блядь, нет! Нет, он ебнутый! Ебнутый точка, он психопат, все, что? Что изменится? Не, не, вообще ничего не поменяется, вы чего? Ты и Лера встретились в музее, делали селфи на фоне галереи. Ты и Лера встретились в музее. Ты и Лера встретились в музее.